Следующий вопрос. Обведение тарифов на революционных бытовых отходов. Заключение специализированных комиссий. Комиссия, которая взяла позитив в правиле Дельчизии, у эксклодера в правиле Дельчизии. На нашей комиссии было принято такое решение. Ваши решения не было, потому что я участвовал на комиссии экономической и юридической. Вопросы к докладчику. Пожалуйста, господин Мужикай. Господин Мужикай. Спасибо. Как вы знаете, 19 сентября 2017 года апелляционная палата рассмотрела дело по иску господина Гордыша, господина Нестеровского в государственной канцелярии по отношению отмены решения совета об утверждении тарифов на вывозки арбитовых обходов. По результатам рассмотрения было вынесено решение об оставлении в силе решения первой инстанции, согласно которому решение об утверждении тарифов на вывозки арбитовых обходов было признано незаконным. Согласно Гражданского процессуального кодекса решения апелляционной палаты являются не окончательными, но обязательными для исполнения. В то же самое время хотелось бы отметить, что закон об административном суде, статья 29, предусматривает, что административный акт, аннулированный полностью или частично, перестает иметь юридические последствия с момента вступления решения административного суда в законную силу. То есть здесь есть определенные противоречия между Гражданским процессуальным кодексом и законом в административном суде. Также действующее законодательство предусматривает такой момент, что административный суд производится по процедуре, предусмотренной Гражданским процессуальным кодексом, за исключением процедур, которые предусмотрены в законе об административном суде. С учетом того, что данное решение суда было вынесено лишь 19 сентября, у сторон по данному делу есть 60 дней, предусмотренные действующим законодательством для обжалования решения. Мы в своем заключении описали существующие риски, которые возможны в случае принятия данного решения. Риски в чем заключаются? Риски заключаются в том, что в случае принятия решения вами сейчас этого будут возрешены тарифы согласно решению 4.4 от 2008 года. В случае обжалования мы не знаем, какое решение примет высшая судебная палата. Она может направить на новое рассмотрение, она может оставить в силе решение апелляционной палаты, она может принять новое решение, которое будет противоречить решениям апелляционной палаты. Просто при принятии данного решения, получается, должен быть изменен тариф. В случае, когда будет рассмотрено, будет направлено новое рассмотрение, получается, что должен был возвратиться тот тариф, который был утвержден в 2013 году. Здесь, получается, будет будораться население. Во-первых, экономический агент каждый раз должен будет производить перерасчеты по старому и новому тарифу. Также, как я и сказал, с учетом того, что есть определенные противоречия, и статья 29 закона административного судеб предусматривает, что нормативный акт. Он перестает иметь юридические последствия лист с момента вступления в силу решения административного суда. Мы указали вот эти риски, и предложение заключается также в том, чтобы муниципальный совет, может быть, воздержался бы на самом деле от принятия данного решения до окончательного решения суда по данному вопросу. В дополнение, потому что вопросик к мне тоже относится, только СССР, который на существующем законодательстве. То есть, где-то речь об административном суде, то есть, то решение 2012 года Совета имеется в виду, была обжалована в суде как административный акт в рамках процедуры административного суда. Дальше. Горзаш, Игорь и другие соисцы обжалованы от решения по повышению вот этих тарифов. В первой инстанции кладу и прошу. В свою очередь, три лица, три лица, которые были приложены к этому процессу, подала апелляционную лягу в апелляционную палату в муниципе Требикс, которую 19 сентября оставила в силу решение первой инстанции. В диспозитиве очень четко указывается, и согласно 13 сентября по своему кодексу, о том, что решение апелляционной палаты является окончательным, но не вошедшим в законные силы. И согласно закону об административном суде, решение по аннулированию административного акта имеет исполнительный характер с момента, когда это решение входит в законные силы. То есть, я просто сейчас объясню на сегодняшний момент по проекту решения, именно в особенности второй пункт, если примется решение о включении, то есть возглавных старых тарифов, с точки зрения решения апелляционной палаты, которая не вошла в законные силы, то есть это опасно, пока что. Суть в этом состоит. А дальше поясню и объясню тем же, которые, пользуясь средством массоинформации, ведут просто люди к загружнению, что примар не предпринимает какие-то меры, ну давайте на этом уже не строим все эти пираты по существу. Примар очень активную позицию взял по этой проблеме, я в частности и советники тоже, может, два совещания профильной комиссии по пересмотру тарифа провели. Через две недели у нас истекает срок, они должны салуков и салуков представить соответствующую документацию, чтобы они поставали те инвестиции якобы, которые послужили основанием для совершения этого тарифа, если были сделаны. То есть через одно совещание у нас будет уже решение по новым тарифам. Подчеркиваю, если будут там затягиваться все эти процессы до высшей судебной палаты, этот механизм мы уже знаем, потому что Казмингород даже не зря прокомментировал, что этот суд уже тянется с 2014 года, сами понимаете, послужил. Если бы они были слишком, то совет, имея обоснованную информацию согласно результатам работы по очередной комиссии по пересмотру тарифа, очень кратко и уверенно может принять решение по принятию новых тариф. Не означает, что там какие-то судицы, то есть сборок, настояние, там конституционная жалоба будет, я уверен, что это будет затягиваться. Чтобы вы избежали этого, мы максимум задавали совещание и решение по пересмотру тариф. Даже Леонид Иванович очень активную проводит в этой комиссии, у нас есть методология, есть снип, мы подняли все, то есть все поступало, мы должны принять определенную практику из других городов. То есть вот следующий тариф, который появится в СОИ, будет полностью обоснованным. Спасибо. Спасибо. Да, простой вопрос. Уточнение, Игорь Ильич. Из всего сказанного следует понимать, что вы сейчас находитесь в таком конструктивном диалоге с «Луэк Теселушенс», и тот риск, что они могут обратиться в высшую судебную инстанцию, он практически исключен. Так? Вы неправильно поняли, Александр Федорович, я опять же уточню конструктивного диалога. Я не знаю, что вы имеете в виду. Я обозначил две процедуры. Судебное разбирательство – это их неоправа. Я не воспользовался этим правом. Обжаловался в касационном порядке высшую судебную праву. Чтобы затянуть этот процесс, якобы не поменять этот тариф. Но параллельно в актах рабочей комиссии по пересмотру тарифа, который принимался в 2013 году, мы, соблюдая процедуру, забраншированные соответствующие информации и доказательства тех инвестиций, которые послужили, якобы, обоснованиями основаниями ведут, повысить этот тариф. Далее, везут все, что они предоставили. Если они не предоставили, будем рассматривать из-за того, что у нас есть. То есть, опять же, потом, если вынесем на совет пересмотр тарифа, чтобы опять не были соответствующие обоснования, чтобы опять, чтобы судебные инстанции все это взглядели. То есть, я не знаю, какого характера конструктивного диалога у нас, но только в рамках этих двух процедур. Исходя из того, что были объяснены и начальникам юридичных проблем, и господинам Мунистану Челябсу-примару, я понимаю, что это решение не должно было вообще обосноваться. Мы не будем заниматься. Мы не будем заниматься. Скажите, пожалуйста. Как мы уже имеем прецедент с господином Феоном Угуряновым, когда мы исполняем решение, и дальше в комиссии уже все, как дни протокола, и суд, и все остальное. Александр Федорович, как я вам и говорил, Гражданский процессуальный кодекс предусматривает, что решение администрационной палаты они обязательны для исполнения. Но закон об административном суде, он предусматривает, что решение об отмене вступает в силу с момента окончательного решения суда. Также я отметил, что здесь при принятии решения существуют определенные риски, связанные с тем, что будут объединены эти тарифы, будут приняты новые тарифы. Это вполне возможно, если вы читали заключение юридического управления, здесь также вполне возможно, что надо поднимать вопрос о перерасчете тарифов, как и физическим лицам, так и юридическим лицам. Здесь очень много взаимосвязанных вопросов с друг другом. На мой взгляд, я бы сказал свою позицию, что до окончательного решения суда я бы посоветовал совету муниципе Аглос по крайней мере воздержаться и не принимать такое решение, как обозрать их старым тарифом. Если мне позвольте, я дополню. Это лимба не стал. Дефинитиво шея его кадра, лимба русская окончательная и жертвую законную силу. То есть по закону об административном суде, именно решение об отмене аннулирования административного акта, решение суда имеет исполнительный характер с момента, как входит в законную силу. То есть вот, да, кунгуряну, сунгуряну, там вообще другая ситуация. Решение суда пошло, как в законную силу первая. Не только окончательная, но и вошла в законную силу, и там вот это датальство судебного исполнителя. То есть там вообще разные ситуации. Спасибо. Еще вопрос. Ставим на голосование. Проект решения как основу. Кто за данный проект? Я, если я, можно, можно. Я, если я, можно, сейчас вопрос, предложение об исключении пункта 2. Тогда получается, что смысл названия самого решения, о введении, да, может быть, и будет предложение о замене самого названия. Или о принятии к сведению решения, о принятии к сведению решения суда, да, поменять название. Спасибо. Ставим на голосование проект решения как основу. Кто за данный проект как основу, прошу голосовать. против, против, поддержавшиеся, двое. Ставим на голосование предложение специализированной комиссии, специализированной комиссии, исключить из проекта решения пункт 2 и предложение юриста о замене названия проекта. Против, поддержавшиеся, четверо. Ставим на голосование предложение юриста о замене названия проекта. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Против, поддержавшиеся, один. Ставим на голосование проект решения в целом. Кто за данный проект решения в целом, прошу голосовать. Против, поддержавшиеся, трое. Спасибо.